Какой старт! А, и фолл. Фолл получает Аслан Хапаев. Еще является победителем первенства России по юниорам. То есть он еще отличное достижение. Следующая весовая категория. Захват нужно очень четко выставлять. Стоит на центре. Все. Реди, го! Да, победа. Следующая весовая категория. До 65 килограммов. Фарниев Егор, представляющий РСО Аланию, будет бороться у нас с Зиновием Максимом. Из Нижегородской области. Кстати, я хотел сказать. И сейчас будет хороший старт. Тренеров с этой замечательной победой. Ну, а теперь, друзья, настает для нас с Ильей момент истины. Потому что выходит бороться ученик Ильи Парамонова. Мой товарищ хороший, Михаил Рябаконь. Очень надеюсь, что Миша попробует что-то противопоставить человеком. Ну, справа Михаил Рябаконь. Молодец, Миша постартанул, но сдержал его Олега. Вот теперь уже надо терпеть, конечно. Вроде бы выиграл старт Михаил Рябаконь, но вот здесь уже тяжело. Бороться, бороться, бороться. Тяжело терпеть. Надо Михаилу. Но Олег просто неумолим. Просто неумолим. Но не без труда, кстати, не без труда. С золотой медалью. Михаил Рябаконь уезжает с серебром. Что тоже хорошо. Но задача выполнена. Отобрался в сборную. Занимался раньше борьбой. Завернулись крюки. Вот давно я этого ждал. Вот такой борьбы мне не хватает. В этих финалах, по крайней мере. И фолл. Сошел локоть у спортсмена из Северной Осетии. Первый фолл. И опять крюки завернулись. Очень интересно. И начали рубиться парни. О, да. Выждал момент правильный для себя Артур Макаров. И одним движением добыл себя золотую медаль Чемпионата России. Интересно, кстати, кто все-таки возьмет командное первенство на Чемпионате России. И следующая весовая категория мы сейчас будем представлять. Это весовая категория до 80 килограммов. Победа! Да. К столу приглашается Орлов и Каил. Здесь проиграл старт, откровенно, Зураб Гаджиев. Но мы знаем, что, в общем, у Зураб никогда не славился резким стартом. Да, он очень хорош в такой позиционной борьбе вторым номером. Срыв. Опа! Да. Мощнейшее движение. Да, и понимает Виктор Шевеленко, что, в общем, допустил здесь ошибку. А Михаил Орлов просто впечатал руку. Виктор не туда, да. И сам раздосадован своей осечкой, да, ну вот. А вот теперь интереснейшее противостояние на правую руку. Весовая категория 90 килограммов. Каджи Мурадзе. И он спокойно боролся с тяжеловесами и побеждал их. Но вот здесь... Активное верховое движение. Как видишь, даже, в принципе, все у него получается. И Артем Тайнов удивительно проспал старт. Ну, не проспал, да, а проиграл его. Порто он уже выполнил 100%. Потому что попадание на Россию в шестерку, это уже мастер. Зарубились крюки парни и атакуют. Атакуют сейчас Евгений. Но все-таки с Ильей Парамоновым неподдельный интерес. Но, по идее, это должен быть поединок в весовой категории до 110 килограммов. Но я тебе скажу так. Там действительно должны были бороться Цирюльников Максим и Матюшенко Иван. Но Матюшенко и Иван предварительно... Двигаться. Да, двигаться нельзя. Иначе будет фол сегодня мы такие... По-моему, было движение, да. Получает фол Ломаров. Гаджи Мурадзе. Не, Милентьев, Милентьев, по-моему. Обоюдное движение. Обоюдное. Все-таки... Стоп. Открыть. Еще ниже. Не двигаться. Не двигаться. Радька! Опа! И все-таки... С одним движением Гаджи Мурад побеждает, принося сборной Дагестана еще одно золото. Ну, кстати, сборная Дагестана вполне может претендовать. На победу командного первенства я с тобой соглашусь абсолютно. Единственное, что, конечно, им девочек не хватает, если бы они еще пару лет у финала Дагестана. И вот здесь очень быстро... Ну, а здесь мы видим очень легкая победа. Взрыв. И пошла, пошла, пошла. Сейчас бороться. Нельзя так, не надо так бороться, конечно. Страшно смотреть. Да. Победу. Никто не двигается. Let's go! Стоп! Теперь, может, ты имеешь в виду перегорела, но я не думаю. Нет, но обычно ее хорошо слышно. Срыв, захват. Поочередно закрывается захват. Опа, да. Dust Fall. Закрывается захват. Поехали. И вот здесь уже, да, Екатерина все-таки доказывает свое превосходство. Да, хорошее верховое движение. Белийский чемпионат России по арм-рестлингу в городе Пермь. Суперфинал весовой категории до 55 килограммов. Ольга Терпелова против Алины Солнцевой. Алина Солнцева выиграла в предыдущей схватке, и поэтому нанесла Ольге Терпеловой первое поражение. Теперь у каждой девушки в руке. Зазови на меня уже, мы смотрели. И следует команда. Срыв в этом отношении. И сдерживает Алина атаку соперницы. И пошла, пошла вот эта затяжная борьба, которая... И фол. Тактический фол со стороны Алины. Девушки продолжают пускать. Итак, поехали. А вот здесь уже атакует Алина. Ольга сдерживает эту самую атаку. Терпит, терпит. И пошло контрдвижение. Вот здесь, кстати, да, у Алины может быть... Может скакнуть локоть, и тогда она проиграет по фолам. Вот так. Вот это борьба. Вот это супер. Вот это, да. Держит, держит Алина. Но продолжает атаковать Ольга. И все-таки, да. Затащила. Молодец, Оля. Показала Си. Это все по делу. Очень достойно. Молодец. Один из самых долгих поединков вообще в финальной сессии у нас. И что на левой руке, что на правой руке. Ну, а мы едем дальше. 65 килограммов Оксана Хортиева против Адели Фоздаловой. Оксана представляет Республику Северной Осетии. И, соответственно, она занимается... Подготовку судей, например. Теперь закрываю вас. Что говорить вообще про уровень его судителя? Реди, гоу! А вот сюда. Не то, чтобы вывели себя, но он стал строже. Закрываем сюда. Реди, гоу! Стоп, стоп. Фол, фол. Фол получили. Отдыхаем. Ненормально. Тоже фол. Оба фола. Фол. Ага. Фол. Будет обидно. Теперь закрою вас. Закрыл. Переживаем мы из девчонок, из результатов. И поехали бороться. Аделя, молодец. Выиграла кисть. Атака Оксаны. Сдерживает ее Аделя. Очень интересно. И еще раз попыталась. Попыталась атаковать Хортиева. Еще одна атака. Сдерживает, сдерживает Фоздалова пока что. Здесь кто выносливее окажется, кто хитрее. Можно. Он продолжает раскачивать соперницу Оксана. Еще раз туда. Нет, нет. По-прежнему сопротивляется Аделя Фоздалова. А вот здесь может уже получиться. Да. И пошла, пошла. Открывать руки соперницу. Все. Побеждает Оксана Хортиева. Ну, конечно, мы с тобой замечаем уже не первое противостояние именно в женских категориях. Такое очень суровое. Да, очень напряженное, бескомпромиссное. Вот это правильное будет слово. Следующая весовая, да. 70 килограммов. Анохина Юле против. Они боролись в категории до 65 килограммов. С первым закрываем. С разным результатом это противостояние заканчивалось. Ну, а потом Екатерина перешла в весовую категорию до 70 килограммов. Хвата. Закрываю вот сюда. Хорошо. Из глаз. Теперь закрываю вас. Вот сюда. Реди, гоу! Очень интересно. И все-таки побеждает Юлия Анохина. Молодец, Юля. Это сенсация на самом деле. Победила так-то Россия. Еще раз мы смотрим. Великолепное движение. Вот здесь до последнего. Терпела, конечно, спортсменка из Новосибирска, но... Челябинские девчонки. Суровые. И следующая весовая категория до 80 килограммов. Реди, гоу! Очень мне нравится, что в графе хобби она написала спорт. Удивительно, да? И фол. Стоп! Первый. От меня на меня. Вот так. Плечи выровняли. Хорошо. Реди, гоу! Да! У-у-у! Вот это стало главным. Здесь нужен замедленный видеоповтор. Да и то. Даже на нем видно, насколько было быстрым и мощным это движение. Да, даже на замедленном. Тут... Ну как удержать, да? Ну как это возможно? Молодец. Стоп! Стоп! Да. Отглашаю. Ну что ж, а теперь самое интересное, друзья. Весовая категория свыше 90 килограммов. Валентина Федосеева из республики Бурятия против Алины Самотой. Из республики... Точнее, города... Конечно. Что касается Валентины, о ней тоже есть много что рассказать. Она ранее занималась вольной борьбой с баскетболом и... Хотя они и так зашкаливают. Не двигаться. Не двигаться. Иди, гау! Стоп! Нет. Все-таки Валентина Федосеева побеждает. Вот. По армрестлингу. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким получился чемпионат России по армрестлингу в Перми. Для вас работали Роман Мазуров и Илья Промонов. Дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Счастливо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова